Так, переходим ко второй посылочке. Здесь как раз должны прийти одни очень интересные капсулы, которые я сейчас заказала. У папы было две операции в этом году, как раз перед коронавирусом, как раз когда он делал вторую операцию. В это же время в больнице лежала женщина с коронавирусом, которые его сразу не выявили. И он в итоге принес это домой. И у меня родители успели переболеть. Но благодаря капсулам, которые я им прислала перед началом эпидемии в России, уже когда в Таиланде был разгар, я им прислала Лукхао, Кардицепс, и я им прислала Фаталайджон. И вот на этих капсулах они перенесли коронавирус очень легко. Но тем не менее, я все равно заказала сейчас капсулы, которые помогут ему восстановиться и после операции, и также я сама хочу их пропитать, потому что я сама переболела коронавирусом в ноябре прошлого года. Тогда его еще не ставили как диагноз, но по всем симптомам у меня было именно оно. Вот. Так, упакованы. Теперь буду рассказывать, что я здесь заказала. Вот. Ну, упаковка минимальная, но, к счастью, большая часть позиций пришла целая. Почти ничего не разбилось, не помяло. Сейчас будем смотреть, все ли на месте. Так. Вот я себе заказала такую штучку. У нас в ассортименте мы давно работаем с вагинальными шариками тайскими. А это китайские, тоже травяные вагинальные тампоны. Мне стало просто интересно, что это, как это. Вот. Поэтому я себе... Ну, не такие маленькие, но, на самом деле, думаю, побольше. Здесь вообще что-то очень маленькое. Чуть больше наших тайских. Вот. Ну, их описывают как какую-то просто панацею. Мне стало интересно, поэтому я себе заказала на курс. Будем тестировать. Вот. У меня особых проблем нет по-женески, но просто интересно посмотреть на результат. Вот. То же средство, которое я предпочитаю, чтобы у меня всегда было в аптечке, это средство от грибка. Причем он помогает как от грибка на коже, так и от грибка на ногтях. Также там какие-то аллергические высыпания, какие-то воспаления, раны небольшие, да, потертости. Вот эта вот сыворотка, она очень хорошо помогает. Вот. Это вот та вещь, которую я предпочитаю, чтобы она всегда была в моей аптечке. Дальше. Спрей от комаров. Запечатали его так. Сейчас будем распаковывать. Так. Вот. Средство от комаров с ливанграсом. Тоже местные, которые здесь продаются, они ужасно очень пахнут. Это очень приятно пахнет. Оно с эфирным маслом ливанграсом и очень хорошо отпугивает комаров. Так что все уже можем выезжать на природу. У меня есть средство от комаров. Дальше я себе заказала аюрическое лечение волос. Тоже я очень люблю это масло. Время от времени я его использую. Оно... Здесь такой коктейль, очень интересный трав. Он втирается в волосы и улучшает качество волос. Улучшает их рост. И те волосы, которые растут, они лучше по качеству. Вот. Время от времени я вот в качестве профилактики беру себе этот маслиц. А он наносится перед мытьем волос на 20 минут, 20 минут, час до мытья волос. Потом это все смывается шампунем. Вот пока он на волосах, оно это все вот питает и ухаживает. Это вот мой мастхэв. Это ночной крем с черной икрой от Мистин. Я тоже стараюсь, чтобы он у меня был всегда под рукой. То есть он очень здорово ухаживает за кожей во время сна. То есть если у меня появляются какие-то высыпания на коже, вот сейчас вот уже с изменением питания у меня некоторая сеть появляется на лице. И за ночь он тут все подсушивает, убирает. У меня жирная кожа. Вот с этим кремом она становится менее жирной. Вот в России сейчас она стала более жирной из-за того, что сухой воздух. Вот. А этот крем меня просто спасает. Люблю этот крем. Что это у нас такое маленькое? А, это сыворотка с улиточной слизью от Бергамо. Но тоже она очень здорово сужает поры. У меня здесь что-то поры порасширялись. Я осталась без своего привычного ухода за лицом. Я испробовала местную маркетцию, что я смогла найти. Но, к сожалению, нет. Я уже привыкла к нашей косметике. И предпочитаю пользоваться ей дальше. Вот тоже сыворотка уходовая со слизью и улитки. Очень здорово ухаживает за жирной кожей особенно. Сужает поры, выравнивает кожу, подтягивает. Вот. Дальше что у нас? Ага, я себе заказала эфирное масло бензоина. Я люблю его капать в аромалампу. Вот я аромаманьяк. И мне очень важно, чтобы у меня в доме приятно пахло. И я предпочитаю использовать натуральные эфирные масла. Вот. Я себе заказала масло эфирного бензоина. Его также можно добавлять в косметику и использовать в других целях. Так. Это наши тайцы положили мне подарок. Спасибо, конечно, им. Вот. Я это не заказывала. Я вообще... У меня чувствительная эмаль, поэтому твердые зубные пасты тайские я не использую. Я предпочитаю использовать биоминеральную пасту. Она у меня еще есть в наличии. Ну, в смысле, я ее еще не до конца использовала. Но как подарок мне положили. Позаботились. Так. Ну, это у меня маленькие бальзамчики. Как промо-материалы. Я сама занимаюсь тайским массажем. Здесь уже успела восстановить несколько человек. Сейчас, так как во всем мире тяжелая ситуация, я много клиентов не беру, потому что мне надо время уделять нашему магазину. Вот этот бальзам с марингой в миниатюре. Он также обладает противогрибковым средством. Вообще, я очень люблю этот бальзам. Он очень классный. Вот. Это как пример тем, кто приходит ко мне на массаж. Потому что у меня тоже начинают спрашивать, что это у вас за бальзамчики. А можно ли понюхать? А может быть. Мы тоже с ним берем очень приятный бальзам. Это по рецепту доктора Моу Синг. И вот третий такой малыш. Это у нас... Сейчас я его распечатаю. Это черный бальзам. Это самый сильный из всех тайских бальзамов. Ну и самый жгучий. Вот он тоже малыш. Поэтому если вы хотите попробовать, вот тестер идеальный вариант. Потому что он небольшого размера. Он стоит недорого. Но достаточно для того, чтобы ознакомиться с действием бальзама. Вот. Обожаю их запахи. Такой баночки обычно хватает на несколько месяцев. Ну если не наносить на всю ногу. Если там, допустим, у вас варикоз. Вам надо наносить на всю ногу. То бальзамчик это может хватить вам на месте. Уже вы увидите результат. Хотя на самом деле на варикоз. Вот я проводила последний раз тестирование. Так это тоже бальзамы. Лучше всего подходит зеленый бальзам. С барлелей Волчей. Тоже от компании Сабай Баун. Только там немножко другая линия. Это линия Мусинг. А есть еще линия у них Асатип. Вот от линии Асатип. У них там есть очень клевый бальзам. Который помогает именно при... Именно при варикозе лучше всего подходит. Здесь еще тоже два бальзамчика. Обожаю свою продукцию. Вот белый бальзам с лотесом. Тоже как промо-материалы. Сабай Баун. И вот тут красный кисерия Асатип. Тут красный. Красный ингель. Так, едем дальше. Это мое любимое массажное масло. Вот с этим маслом я больше всего люблю делать массаж. Да, поэтому у меня нету... Ну, не фюра. У меня нету лака о ногтях. Потому что я делаю массаж. В массаже важно, чтобы не было ногтей. Вот. Потому что с ногтями очень сложно сделать. Вот я обожаю это масло. Но я делаю массаж не чистым этим маслом. Я его разбавляю с кокосовым. Вот. Я переливаю в отдельный контейнер. И там уже делаю. Кстати, здесь я решила провести эксперимент. Я купила кокосовое масло компании AROIDI. Которое продается здесь. И в магазинах, и на Озоне. И в итоге я хочу сказать, что это совсем другое качество масло. Оно почему-то в застывшем виде. А кокосовое масло должно быть твердым. Оно как желе. И качество у него какое-то такое водянистое, непонятное. Вот. Тоже грибок от всяких лишаев и так далее. Грибков. Это я у папы просто один использовала такой. Мне надо было отдать знакомым. Я забрала у папы, отдала знакомым. Сейчас восполняю заказ своего папы. Потому что тоже он ему помогает от всяких там потнички. От каких-то таких тоже высыпаний. Вот. Это мой любимый колышек Сом Чай для Ток Сен. Я свои все инструменты оставила в Таиланде. Здесь я уже купила киянку. Правда, с первого раза мне не получилось. Сейчас я все-таки хочу заказать такую, как я у меня в Таиланде была. Я уже к ней привыкла. И вот. Колышек для вибрационного массажа Ток Сен. Дальше. Вот эти вот ампулы. Это ухаживающие ампулы. Тоже очень здорово сужают поры. Здесь находится сквален. Витамин А, витамин Е. И так как эти вещества при соприкосновении с воздухом, они очень быстро разрушаются. Поэтому они вот запакованы в индивидуальную ампулу. Вот эти вот ампулы прям очень здорово. Курс этих ампул очень здорово преображает, регенерирует кожу. Прям как салонный уход. Вот. Так что я сейчас восстанавливаю свою молодость. И возвращаю свою кожу в нормальный вид. Потому что, конечно, русский воздух для нее оказался с шоком и стрессом после Таиланда. Так что это моя реанимация тоже. Ну и крем для груди. Что после 35 лет уже очень важно поддерживать свою грудь всякими кремиками, массажами. Вот. Меня на канале вы можете найти самое популярное видео из моих. Там, где уже под 7 миллионов просмотров с массажем груди. Вот. Этот крем как раз таки идет в комплекте с мылом. Это очень здорово ухаживает за кожей груди, улучшает форму, подтягивает. Вот. Так что... Конечно, я думала, что мне это придет все в мае, чтобы подготовиться к летнему сезону, привезти поеду к своей декольте. Но лучше поздно, чем никогда. Дальше у нас порошок для заживления язв и ран во рту. Тоже я предпочитаю, чтобы это средство было у меня в аптечке, потому что у меня маленький ребенок, который 6 лет, но все равно время от времени бывает, что грязное в рот потянет, и у нее выскакивает стоматит. Так что вот этот вот порошочек очень быстро справляется с стоматитами и с разными воспалительными заболеваниями в деснах и в полости рта. Вот. А это как раз таки тот самый Мерседес, о котором я рассказывала. Это вот капсулы, которые я заказала своему папе, чтобы восстановить его после операции. Ну и, собственно, восстановить тоже себя после коронавируса. Потому что в целом-то я восстановилась, но лучше пропить не помешает. Это, эти капсулы, которые называют золотые капсулы жизни. Вот. Состав входит маточное молочко, входит рейши, понты морала и красный женьшень 6-летний. Вот. Сейчас я раскрою, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит. Здесь получается 120 капсул. 120 капсул это, если на одному человеку, то на 2 года. Курс 2 месяца. По одной капсуле в день. Вот. Я взяла половину я... Ну, я думаю, сейчас всем членам семьи раздам. По месяцу пропьем, потом еще закажу. Они стоят очень дорого, но они очень эффективны. То есть вот этими капсулами я год назад восстановила себе селезенку и поджелудочную. Что у меня до этого УЗИ показывало измененную структуру. Вот селезенки поджелудочные. Вот эти вот капсулы мне восстановили. После того, как я пропила курс, приехала. Здесь прошло обследование. УЗИ и УЗИ. МРТ показало, что все структуры в норме. Уплотнений нету. Изменений никаких нету. А до этого у меня было изменение структуры. Вот. Ура! Пришла моя радость. Дальше тоже идет пластыри. Это тоже аптечка. Это на все случаи жизни. Сейчас вот пошли на летнюю обувь. Я больше часа свои обуви оставила в России. Здесь перешла на ту обувь, которую купила здесь. И пошли тоже мозоли и прочие вещи. Вот. Так что вот эта вот вещь. Это положить в сумочку, чтобы лежала на все случаи жизни. Ну, это тоже на мой шрамик на животе. Продолжаю эксперименты. Это я буду наносить хирускар. А после того, как хирускар впитается, буду сверху клеить вот этот вот пластырь. Чтобы быстрее рассосался мой келоидный рубец. Вот надо было мазать, когда он появился только. Когда только был шрам. Но мне было не до этого. А когда спохватилось, он уже вылез. Теперь его убираем. Ну и любимый чай, который очень помогает, когда только начинается простуда. Когда начинается боль в горле. Тоже это средство предпочитаю, чтобы он лежал у меня в аптечке. Что с собой матун и сушеные плоды эмблики я привезла. Ну, а теперь еще сверху вот этот вот чайочек. Это первые посылки, которые я заказала себе. Пока еще в Таиланд я ехать не смогу. У меня, конечно, есть рабочая виза, но в ближайшее время, чтобы поехать в Таиланд, надо будет ехать в Москву, ехать в посольство. Там получать разрешение на въезд через work permit, проходить обследование. А потом еще две недели сидеть в обсервации в Таиланде. Вот, честно говоря, вот последний пункт меня больше всего смущает. Поэтому я еще немножко здесь посижу, подожду, когда это ограничение снимут, когда не надо будет сидеть в обсервации. И со своей рабочей визой я спокойно въеду. Вот, а пока еще я тут. Я буду еще заказывать себе несколько посылочек, потому что... Я старалась, конечно, найти аналоги какие-то тех вещей, к которым я привыкла здесь, но, к сожалению, у меня пока плохо получается. Вот, так что вот так вот. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Можете прямо здесь, в комментариях. Я постараюсь всем ответить, все рассказать. Берегите себя и своих близких. Продолжение следует...